Магнолии, тюльпаны и японская вишня. Насладиться пейзажами ботанического сада с самого утра пришли сотни горожан. Отдохнуть на свежем воздухе решил и Николай со своим сыном. Говорит, в такую погоду грех сидеть дома. Мы живем в большом городе, в мегаполисе, где много асфальта, бетонные здания, сооружения. Мало таких мест, где можно так выйти, никуда не выезжая из города, отдохнуть и расслабиться. Тем более с детьми, детям очень нравится, детям здесь есть чем заняться. Посмотрите, сам Бог велел отдохнуть на свежем воздухе, с семьей, все прекрасно, все хорошо. В центре внимания по традиции сакуры. Сотрудники ботанического сада рассказывают, скоро полюбоваться можно будет целой аллеей японских вишен. Ее высадили в прошлом году. Некоторые деревья уже расцвели. Некоторые даже уже дали бутончики, там будет видно. Мы уже сможем посмотреть, как они уже, какой-то первый цвет в этом году даже покажут. Организаторы фестиваля уверены, после долгой зимы просто необходимо выходить на прогулки и дышать свежим воздухом. Это полезно как для физического, так и психического здоровья. Если вы пройдетесь по саду, то, конечно, на мой взгляд, сад сейчас очень красивый. Ну и, наверное, такой сейчас период, пожалуй, даже максимальной какой-то декоративности. Поэтому мы к таким дням подводим такие фестивали для того, чтобы как-то показать людям вот эту вот всю красоту природы. Кроме того, в ботаническом саду теперь можно не только насладиться красотой весенних цветов, но и приобрести их. Здесь открыли тематическую ярмарку. Продают как садовое, так и комнатное растение на любой вкус. Ольга Клименко, Руслан Пейков, Первый городской.